Объекты фонда SCP. От кого? Доктор, данные удалены. Кому? Директор Мари Джонс, администрация по архивно-информационной безопасности. Тема. Пересмотр документа SCP-076. Данные удалены. Я должен официально заявить, что серьезно возражаю против предложенных правок документа особых условий содержания SCP-076. Я в курсе, что соблюдаете режим секретности. Говорит об угрозе безопасности. Но мы оба знаем, что это просто попытки военного начальства по-тихому замять свою самую большую постыдную ошибку. Омега-7 произошла. Она существовала. Те люди погибли, потому что вы облажались. И вы не измените этого, как бы ни старались замести следы. Ради Бога, народ, те люди, что охраняют его, имеют право точно знать, что он такое, что он наделал. Что мы наделали, как мы прокололись. И быть осторожнее. Данные удалены. Объект номер SCP-076. Класс объекта Кетер. Особые условия содержания. Участок содержания 25B должен находиться на 200 метров ниже уровня моря. Он должен быть высечен в магматической базальтовой породе в сейсмически стабильной зоне. Доступ к камере должен осуществляться исключительно через вертикальную лифтовую шахту, разделенную на отсеки по 50 метров. С взрывостойкими заслонками из титана толщиной 20 сантиметров. Время простоя шахты лифта должна быть заполнена морской водой. Участок содержания 25B должен состоять из следующих компонентов. Внешняя защита, предохраняющая зону от внешних угроз. Штат укомплектован сотрудниками службы безопасности, обученными приемом ближнего боя и контрзахвата. Административно-спомогательная зона АВС, в которой находятся вспомогательные учреждения и жилищные отсеки для сотрудников зоны. Основная зона содержания ОЗС, в которой находится куб длиной ребра 7 метров, покрытый титановыми плитами толщиной 1,5 метра. ОЗС спроектирована таким образом, чтобы ее можно было наполнять водой и осушать по мере необходимости. И должна быть заполнена морской водой все время, пока не потребуется доступ к содержимому. Смертельный коридор, длиной 150 метров, являющийся единственным путем к УЗС из АВС. И включающий в себя водопровод, электропроводку, канализацию и вентиляционные шахты. Стены и пол коридора должны быть укреплены аналогичным УЗС методом с дополнительной электрошоковой сдерживающей системой охраны, способной обеспечить разряд напряжения в 20 кВ, 20 кВ. На охранном посту, у расположенного у входа в смертельный коридор, должно находиться не менее трех вооруженных сотрудников службы безопасности. Вооружение должно включать в себе по меньшей мере один зенитно-артиллерийский комплекс, данные удалены. На стенке с прикликсигласовым экраном, защищающим оператор от выброса гильз, помимо прочего оружия, коридор должен находиться в зоне прямой видимости. В случае полной разгерметизации весь персонал учреждения должен немедленно отправиться на ближайший охранный пост, где ему будет выдано оружие и средства индивидуальной защиты. Персонал должен оставаться в состоянии боевой готовности до тех пор, пока SCP-0762 не будет нейтрализован. Если соблевление полной разгерметизации проходит 90 минут, в течение которых из сотрудников уровня доступа 4 и выше не поступает приказа об отмене боевой готовности, следует применить меры, предусмотренные на случай непредвиденных обстоятельств. Все здания заполняются водой, а доступ к шахте отрезается по меньшей мере на 24 часа, прежде чем можно будет предпринять попытку возвращения зоны в прижимое состояние. Эта вынужденная мера приведет к смерти психотворников зоны. Описание SCP-076 состоит из двух частей. Каменного куба SCP-0761 и гомоноида, находящегося внутри SCP-0762. SCP-0761 представляет собой каменный куб с длиной ребра 3 метра, состоящий из черной менопоморфической яшмы. Внешняя и внутренняя поверхность SCP-0761 покрета глубоко вагровированным узором, не относящимся ни к одной известной цивилизации. Радиоизотропный анализ показал, что возраст объекта достигает 10 тысячи лет. В одной из крайней губы находится дверь с замком шириной 0,5 метра, окруженным 20 меньшими замками, расположенными по кругу. На сих пор не было найдено ни одного ключа, поэтому дверь невозможно отпереть, если она закрыта. Внутренняя температура достигает минус 180 градусов по Цельсию. Ее невозможно изменить ни изнутри, ни снаружи. В самом центре комнаты находится каменный груб длиной 2,13 метра, прикрепленный к полу обвитой цепями неизвестного происхождения материала, которые, в свою очередь, прикреплены ко внутренним углам SCP-0761. SCP-0762 выглядит как худощавый человек семитской внешности, возрастом около 30 лет. Волосы черные, глаза серые, кожа смуглая. Рост 1,96 метра. Вес 81,65 килограмм. Все его тело покрыто множественными татуировками, от едва различимых до очень отчетливых. Они изображают оккультные знаки и злобные демонические лица. Объект, будучи заключен внутри SCP-0761, находится в состоянии биологической смерти. Тем не менее, время от времени SCP-0762 просыпается, фактически оживая, с активацией всех жизненных процессов, присущих живому человеку. Затем объект пытается покинуть SCP-0761. Если ему это удается, он впадает в транс и начинает искать людей, игнорируя прочих живых существ. Войдя в контакт с живыми людьми, SCP-0662 впадает в ярость и предпринимает попытку вступить в бой и убить каждого встречного. На данный момент остановить его может только его собственная смерть. Уничтожение SCP-0762 можно назвать проблематичным, если принять во внимание его физиологические способности. Объект обладает сверхчеловеческой силой и скоростью. Он был неуязвимым, однако продемонстрировал примечательное умение игнорировать боль и шок, продолжая наступать, несмотря на ранения, которые вывели бы из строя нормального человека. Председствующие столкновения показали, что SCP-0762 проявил в частности следующие неординарные способности. В течение четырех минут непрерывного шторма пробил стальную дверь толщиной 15 сантиметров. Преодолел расстояние в более чем 64 метра за 3 секунды. Оставался в живых несколько минут после многочисленных попаданий в голову пуль калибра 12,7 мм. Несмотря на серьезные повреждения мозжечка, сбивал с траектории полета пули, выпущенные из пистолетов и штурмовых винтовок при помощи стальной арматурного стержня. Остался живым, будучи лишен кислорода в течение одного часа, прежде чем умереть от асфиксии. Однако наиболее необычным свойством SCP-0762 является способность материализовать клинковое оружие из ниоткуда. Замедленный просмотр видеоматериалов показал, что означенные клинки появляются из миниатюрной пространственной трещины, описываемой как маленькая дыра в пространстве. Неизвестно, куда ведет этот портал и каким образом SCP-0762 создают эти трещины. Судя по видеосъемке, эти клинки состоят из абсолютно неотражающего свет черного материала, черной пустоты в пространстве, поскольку они быстро исчезают, когда объект выпускает их из рук. В настоящее время структурный анализ невозможен. SCP-0762 был фактически убит несколько раз различными способами, в частности, продолжительный обстрел. Из нескольких пулеметов крупного калибра, асфиксия, раздавление лифтом, оборудованием весом 13,6 метрических тонн, предназначенным для работы с SCP-0761. Сожжение с использованием термитной гранаты TH-3, помещенной прямо внутрь открытой грудной клетки SCP-0762. Во время самой серьезной на сегодняшний момент разгроматизации камеры участка 25, в котором до этого содержался SCP-0761, была взорвана боеголовкой в качестве последней попытки задержать SCP-0762, когда он пытался убежать. В результате участок и весь персонал были уничтожены. SCP-0761 уцелел. После смерти останки SCP-0762 быстро разлагаются, пока они бредятся в пыль. Затем SCP-0761 и кровь внутри него силы захлопываются, а замок запирается. После этого SCP-0762 восстанавливается в гробу. Процесс занимает от 6 часов до 25 лет. Посмертный анализ тела SCP-0762 показал, что его система внутренних органов сильно отличается от нашей. Скрытие запротоколировано в данные удалены. Дополнение SCP-0762 был найден английскими археологами в 2018 году. В данные удалены Монголия. Все члены экспедиции впоследствии были убиты во время возвращения домой. Общество «Данные удалены» – одна из организаций, впоследствии вошедших в состав современной глобальной оккультной коалиции, забрало SCP-0762 корабля «Данные удалены», «Данные удалены» и выставило его на обозрение во внутреннем святилище. SCP-0762 находится в хранилище. «Данные удалены», «Данные удалены лет», пока «Данные удалены», «Данные удалены», «Данные удалены», «Данные удалены». SCP-0762 не пришел в состояние активности и не сбежал. Неизвестно, что активировал SCP-0762. На этом этапе были утеряны ключи от внешней оболочки. Понадобилось 3 года, и «Данные удалены», «Данные удалены». Чтобы выследить SCP-0762, после чего он был выведен из строя, данные удалены, убитый был вынужден восстановиться внутри SCP-0761, который к тому времени был конфискован и спрятан агентами фонда SCP. Объект находится под постоянным наблюдением 3 года, его уничтожали всякий раз, как он переходил в активное состояние, хотя изредка ему удавалось ненадолго сбежать из того, что фонд подвергался атакам других организаций. Список погибших в результате этого был данные удалены, данные удалены, данные удалены. После последнего инцидента на вооружении были приняты меры разработки на данный момент, хотя они регулярно модернизируются в соответствии с повышенным техническим стандартом.